всем привет друзья добро пожаловать на канал геостактикул мы приехали финляндию и не зря что мы готовы надрать задницу не более или менее того данная игра проходила в июле с 19 по 22 число как я уже упомянул в финляндии и мы просто в восторге тут было все жара ливень пыль грязь еда из бомж пакетов ночевка в палатках эпичные схватки вот такие вот сумасшедшие люди техника ну и прочее надеюсь вы меня поняли этот русско-финский сериал растянется аж на 4 серии потому что будет каждое отдельное видео по каждому дню что у нас происходило день 1 и приятного просмотра механизированные войска собираются выезжать а эти блять как его охота их не матери секторный театр где мы находимся в виде находимся на в этой позиции очки нам надо двинуться на точку куда вот комедина вот это обведена красненьким то карте вот она выдвинуться попробовать захватить эту точку и удерживать ее здесь пойдут разведчики механизированные войска идут впереди выдвигаемся через 10 минут после них ну и дальше уже будем посмотреть что там произойдет сюда мы прибыли в составе четырех человек из нашей команды ватсон копченый дед и я к нашему бешеному скваду было добавлено еще два человека это вот оскар и l мы отлично сработали с ними парни очень позитивные было весело объясню почему видео получилось таким длинным причем будет четыре части потому что игра была милсин либо что-то близко к тому и хотелось бы передать всю атмосферу происходящего и исследовать той хронологии событий что у нас происходило так что мне придется разочаровать любителей 10-минутных видео где куча киллов и экшена так как я буду стараться максимально разнообразить того что выходит у меня на канале но теперь давайте вернемся к происходящему с фланга которого подходили мы не встретили никакого сопротивления так что все живые и здоровые приближались к намеченной точке и первый контакт не заставил себя долго ждать как обычно играл в роли снайпера со своей винтовкой ssg-24 стрелял 0,46 био шарами от спек на армс в винтовке выхлоп средний 185 метров в секунду и как вторичку использовал свой электроглок от фирмы цима если цели видите кричите где кто этот исходящий скрип это от моей гарнитуры но я очень быстро заметил проблему и устранял ее цель получена что делать я знаю за работу дело сделано и первый килл уходят в мою копилку тут услышите аж три языка русский английский финский уж простите финским я не владею с английского ключевые моменты я вам буду переводить парень находящийся рядом убедился что я поразил цель и скомандовал продвижение дальше ну не не это С минимальными потерями нам удалось продавить вражескую оборону и занять намеченную точку. Поскольку на этом пятачке было очень много народу, я решил перебежать дорогу, занять позицию и препятствовать приближению соперника уже с другого фланга. Также со мной выдвинулись Элла и Оскар. Тишина, спокойствие, идиллия и тут Оси был подстрелен вражеским снайпером. Нашего одного подстрелили прямо рядом со мной, снайпер работал. Если бы дед мог сюда прийти помочь, вылечить. Ты подтяните сюда, помогите нам на эту сторону. Нас атакуют отсюда. Мы же буквально в 20 метрах от вас. Да, вот как я перебегал дорогу, переходишь дорогу, чуть правее я сразу же сюда на угол. Дед у нас был назначен медиком. При первом попадании в бойца можно было перевязать и по истечении двух минут тот мог воевать дальше. После второго попадания боец отправлялся в мертвяк. Сказал Оскару, что он слишком молод, чтобы умирать, что я вызвал медика и скоро будет все в порядке. Дед красава среагировал быстро и был готов сделать свое благое дело. Только голову ниже. Нет, сюда, сюда, сюда. По этой, по траншеи. Он стоял вот возле дерева, его тут сняли. Снайпер. Оси как новенький, теперь будет поаккуратней. Эй, дружище. Будь аккуратен. Один из наших парней был только что подстрелян снайпером прямо тут. Да, я тоже видел там снайпера. Ты его видишь сейчас? Нет. Это наш там? Тот убит. Вот в том секторе. А вот Копченый сообщил, что на перекрестке веселье. Вы уж простите, в этот раз я запикивать мат не буду, потому что в некоторых эпизодах кроме мата ничего не было. И сплошное запикивание звучало очень странно. А так как я хотел вам передать всю атмосферу происходящего, получите, распишитесь. Тут детей подальше от экрана уберите. По ходу событий буду вам рассказывать правила игры. Прячься, дружище. Это желтая машина. Прячься, прячься. Уничтожить вражескую технику могли только определенный класс, называемый паладинами, у которых была ракетница, либо постольный гранатомет, заряженный тагами с мелом. Пока мы прохлаждались на этом фланге, у парней там завязался нешуточный бой на перекрестке. Медик может нормально дойти до вас, или у вас там контакт еще? Ну, дойти можно дотуда или нет? Скажи ему, что он раненый, он может говорить. Вы говорить можете, вы же раненый, Ватсон, копченый. Может дед к вам пройти спокойно, или у вас еще контакт там? Да, он не сможет назад подойти. Не сможет. Нет, но вот. Нет. Надо вам помощь туда или как? Да, на горбус. А кто вас покрошил машину что ли? Они все мертвые, они сказали. Сейчас наши тоже подвали, как раз если можете попробовать. Я тут вынес сам две тачки, блядь. Пойдем попробуем помочь. Нет? Сгол. Даже не знаю, хорошо это или плохо, что нас там не было в этот момент. С одной стороны, мы пропустили битву, а с другой стороны, мы хотя бы сейчас могли прийти и вылечить. Я прямо на перекрестке, дед. Ты не знаешь, где наш медик? Это ты там, дед? Да. Давай пошли попробуем перебежать туда. Let's go, да. Сигнал от транспорта означал то, что она подбита. Давай, дед. Погнали, лечи. Лечи. Терпите, парни, мы уже рядом. Сейчас он подходит, он сзади. Не ори, не ори, не ори, не ори. Парк, мой. Ну давай, мы нам пропустили битву. Я две тачки. Давай, дед. Давай, лечи, он быстрее умрет. У меня все время меняет. А что у вас тут за место произошло? Блядь, сидим с батоном. Он такой, говорит, а где техника? Ничего не есть. Прилетает одна тачка, останавливается. Вторая вот в этой курме. Одна тачка здесь вот и есть. Он готов, чтобы сюда было выпрыгивать. Всю ее, короче, чип положил. Старайтесь, вы его прожаете. Я вторую, да. Там бэхальчик подорвалась на мини. Вот такой мы пропустили. А у Копченого культурный шоп. Не страшно? Ты же здесь. Ты же тут. Да, тут, да. Стрельба идет с того направления далеко, но слышно просто. Как же, как-то, как-то деревья. Ногу попало, зайду. Ого-го-го, как-то я смогу бы там снимать. Сможешь, сможешь. Дед знает свои дела. Продырка, как и слава. Магическое стрелье. О, дед работает. Работает, не работает. Нежнее. Нежнее с ним. Нежнее. Вот только героическую медаль бы на Ване за тобой дали. А я вас из... А я вас с Лукин пою, акселью, по Европе. А вы делаете, блядь? С нами они были. Ты не видел, как сюда ворвалась хуйня здоровенная? Это просто был пиздец. На полном ходу, короче. Вот и тормозал. Вот и попробуй за пикой это все. Не было бы понятно, что произошло. Двое было. А ты где же убежали со трапу? Эл. Смотри ту сторону. Они могут прийти со стороны дороги. Найди укрытие вот там за деревом и смотри ту сторону. Ну вот, все разбежались, а наши пацаны держат мастюху. Остались и наваляли лилей целому отряду соперников. На, дай ту один вызывай. Здесь мы трофо. Пытаемся вытянуть связь с нашим командиром взвода. Делта-1. Молчит. А ты точно на их канале? Нет? Да, наверху. Это честно. Там охуенно. А ты, ну когда ж ты, сука, сдохнешь? А они здесь. Делта-1, Делта-1, АНСА. Это было просто ебично. Вот такой раскоряйся. Как это ты, боже, ты тебя что-то убивал. Я прямо на перекрестке, но я вас не вижу. Мы находимся прямо за этим синим бусом в этом сосновом лесочке. Ясно. Можете ли вы перейти дорогу? Мы на другой стороне. Да, идем к вам. У нас только что был бой, но сейчас все в порядке. Если гора не идет к Магомеду, то вот что происходит. Зацените, как люди готовятся к играм основательно. Приятно посмотреть. Вот Хаммер самодельный. Это был шот, блядь. Прямо пулеметчиков жбан. У нас только что был контакт с той стороны, но сейчас все в порядке. И там, кстати, очень хорошие позиции. Много траншей. Мы думаем выдвигаться в том направлении, к деревне Теренкула. И там по левую сторону траншеи, возможно, в них соперники. Быстро прием. Мне надо собрать всех сюда. Хорошая, Ватсон. Просто хорошая. Мы находимся вот. И эта дорога приведет нас прямо сюда. В деревню. Ну вот и новый замесик начинается. Недолго мы тут расслаблялись. Да. Парни хотят отправиться в деревню и просят нас оборонить вот эту дорогу. Да, мы можем остаться здесь. Или если вы запросите подмогу, вы можете присоединяться к нам. Может быть, взять какую-то машину. Или же если вы кого-нибудь увидите здесь, то вы можете нас вызвать, и мы придем, поможем. Да, если мы увидим какую-нибудь вражескую машину, двигающуюся в вашем направлении, мы предупредим вас. А что с тем направлением? Все ли соперники были выбиты оттуда или нет? Я не знаю, когда начался бой, мы все побежали оттуда, так что мы не видели, что там происходит. Если мы сможем как-то взять под контроль как-то, тогда мы можем дальше выдвигаться. Мы хотели бы удерживать эту позицию, потому что там очень много канав, и довольно-таки легко прятаться и атаковать. Потому что здесь мы просто как на белом листе. Мы пойдем по вот этой стороне, а потом вы выдвигаетесь на ту позицию. А что если мы все вместе продаем вот эту сторону? Все, вычистим там. Мы останемся там, а вы уже выдвинетесь. Да, вообще-то мы можем попробовать это. Да, пойдем, турманем. Что это, позови? Итак, сейчас все вместе будем продавливать. Мы будем держать эту позицию, а они будут продвигаться к деревне. Так что все вместе мы сейчас будем продавливать эту сторону. Парни, аккуратно, у нас был только что контакт с этой стороны. Ложись! Парни, аккуратно! Парни, аккуратно! Парни, аккуратно! Мы должны идти в другую сторону. Мы должны идти в другую сторону. Пусти, 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 пусти! Замесик начался, пора фалунговать. Ватсон с Копченым призывают финнов воевать отборным русским матом. Ну и еще один выстрел, раз ты такой толстокожий. Минус один. В полусражение моя GoPro камера сползла в сторону. Я вот перешел дорогу, где мы сидим. Так, подожди-ка. Я тут, понимаешь ли, ору во все горло и замечаю желтого в метрах двадцати от нас. Не знаю, было ли попадание или нет, но парнишка заныжнул в укрытие. Пацаны, у меня тут один залег в кустах, если вы можете помочь. Вы на перекрестке, правильно? И вот от того направления, откуда мы пришли, тут в траве один лежит, желтый. Это от перекрестка 50-60 метров в том направлении, откуда мы пришли. Я по другую сторону. Я стрельнул, не попал, он залег. Видишь, копченый, посмотри. Вот, видишь меня? Вот, посмотрели чуть-чуть правее, копченый. На другую сторону дороги, посмотри. Видишь дерево? Видишь? Вот, показываю, смотри направление. Вот тут прямо за мной, через дорогу, лежит желтый. Вот тут, рашанить его. Вот. Он прямо через дорогу в траве. Вот тут, вот тут прямо. Он вот-вот, вот в траве. Убит, убит он, все. Пока парни накрывали его шквальным огнем, я сделал свой первый килл с пистолета. Наших всех постреляли, как мне удалось избежать этой участи, я просто не знаю. Косячок с камерой исправлен. Что ты говоришь? А они в кустах, примерно 60 метров. Далеко не уходи. С пистолета одного замочил. Да? Да. Я даже не помню, два или три я подставил. Пока. Они вот там в кустах прямо сидят. Наших покачили, да? Да, вот тут метров сто где-то. Итак, мы пока удерживаем перекресток. В том направлении 100 метров желтые. То бишь не наши. Но сквозь такую растительность. Привет. Я тут лечит всех. На лево и на право. Очень жарко. Я же даже маску снял. Первый раз без маски. Так, камера настрой. Мы тут все без масок. Просто жара такая, что, блин. Если бы не было водички с собой в Кэмэлбэке, наверное, помер бы уже. 32 градуса, это не шутки. Ну, держимся. Копченого и Вацана подстрелили. Мерзавцы. Они отправились на базу. Вот. Ну, а мы пока удерживаем этот перекресток. Бля, странно, что по нашей бронику по-нашему никто не херачит. Сказал Нострадамус. Опа. Вот тебе. А я на урок. Опа. Только сказал, бля. Так, нашу машину атакуют. И, возможно, она подбита. Вот наша машина. Атака проходила вот с этой стороны выстрела. Вот этот хлопок, это выстрел по машине. Так, люди спешились. Может, они вышли просто стрелять? Три машины на подходе. Одна подбита. Желтые? Это что, выстрелы в нашу машину? Ну, слышишь? Одна уже подбита. Так, сказали, что Три машины двигались в нашем направлении. Одну бель. Это наши стреляют туда? Наши? Да, да, да. Поехали? Поехали. Да. А, я думал, они по нашей машине стреляют. Дед не владеет английским языком, поэтому мне надо было переводить, а что происходит. Пойду я выйду, чтобы дорогу простреливать, посмотрю что-нибудь. Итак, я меняю позицию, чтобы можно было простреливать дорогу, откуда идет контакт. А тем временем уже вечерело и наступали сумерки. Впереди три вражеские машинки. Я не знаю, один точно в жилетке стоит. Я стрельнул, один убежал. Не знаю, убежал он. Я только что походу навесом одного. Тут мне показалось, что это уже к нам что-то пролетает. есть один. Дед, я думаю, у него другой позывной. Есть один. Одного убил. Сейчас он еще один стоит. Не один, а одна. Попал я или нет, точно не знаю, но реакция была странноватой. Ну что, отступает. Пошли вместе. Давай, да. Погнали. Мы до базы дошли. Да, вот доходим. Горосы будут перекрестки от себя дошлить. Оставить на путь вдвоем и еще партия. Попал я, да. На этот план будем двигаться. Они только предлагают перегруппироваться на базу, но, блядь, мы можем все подблять. Снял одну. Только что снял одну. Прикнись и очень-очень как можно ниже и быстрее, вани камни сюда. А вот здесь мы хоть сможем, если что, чем-то полезным заняться. как вы видите, темнеет уже просто на глазах. Кого? Ну там на перекрестке желтый ходил точно. Ушел вот вправо в сторону кустов. Вот здесь вот прямо за деревом на 12 часов. Если ты возьмешь его чуть правее, и за этого дерева и за второго. Два. Видишь? Угу. Бежит. Это было больно, прости, братан. Я вот все думаю, как они могли нас разглядеть в темноте. Оказывается, у деда на GoPro спереди мигает красная лампочка. Просто там палил нашу контору. Караул как. Все, кто были на перекрестке, либо был убит, либо отступили на базу. Мы тут вообще как два стахановца с дедом остались только воевать. Ну ничего, мы известные два диверсанта. Можем шороху навести. Есть еще у нас порох в пороховницах. Есть. Я с тобой отойду. Я с тобой отойду. Один за машиной стоит, сейчас вам по ноге задану. А ты уж беду без права. Хе-хе. Ну попал же. Или нет? Нет? Они решили расшануть сюда. Блин. Какая толпа машины йод. Первый тятор. Ну вот и наступает кульминация первого дня. Мы с дедом против всех. Одно мы знаем точно живыми нас не возьмут. убед. Хет. 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 ну вот и нас замочили видео с первого дня подходит концу надеюсь вам понравилось ставьте лайк если да подписывайтесь на канал с вами был геос скоро увидимся продолжение следует пока пока